Хочу, во-первых, сказать тебе спасибо, потому что концерт был просто пушка. Понравилось? Ну слушай, два предложения, я чуть с ума не сошла, конечно. Было дело. Ты сама ожидала? Да я не знала, я говорю. Мне мой препод по вокалу звонит, говорит, а мне очень нужно выйти на сцену. Это моя мечта, пожалуйста. Но я не могу отказать человеку, он выходит и вот, пожалуйста. Они меня разыграли. Вот так. Помимо двух предложений, не обошлось и без слез. Это момент, когда вышли твои родители. Вот что конкретно тебя так трогает вот в этом моменте? Я не знаю, мне кажется, у всех есть не то что проблемы, но какие-то разногласия, по крайней мере, точно с родителями. Вот, я не исключение, были какие-то моменты, типа, принято винить родителей за что-то, но это, я не знаю, это, винить родителей это ужасно. Потому что, ты не знаешь, как это. Вот, началось. О, господи, ну так ты летела. Да, я сейчас тоже по второму кругу. И я там спела одну фразу, очень-очень, которая подчеркивает все, весь смысл этого. Это ты не можешь выделить час маме время, а она бы свое сердце дала тебе, если тебе оно понадобилось. Поэтому, как только у меня возникают какие-то к маме, ну, вещи, ну, мне хочется там крикнуть или там… Недопонимание. Недопонимание. Когда возникают к маме какие-то, ну, недопонимания, я вспоминаю эту фразу, ну, и как бы, ну все. Все, я понимаю, что нет ближе человека и роднее, чем твои родители. Я не говорю за всех, у всех разные ситуации, правда. Все плачут, все плачут. Вот, но это вот такой ценный момент, да. Господи, как говорится, начали за здравие. Фраза «ценим мы, когда теряем» – это глупо. Хорошо, что сейчас запомнилась дочурка. Это, ну, на реальных событиях. То есть ты воспринимаешься как должное. Вот, ну, есть родители. Немало. Конечно. Были дела. Я не идеальная хорошая девочка. Вот. Поэтому… Сейчас все хорошо. Конечно. Я написала эту песню как очистка. То есть я слушаю и сама, оп, включилась. Так, 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 спокойно. Это самое главное, правда? Смотри, мы Виолетту просто с красными глазами. Ну, все. Я такая же. Все. А то покажи Виолетту, покажи тоже, Виолетту, до какого состояния. Все. Все, да. Все, да, вообще. Давай, давайте все-таки все приободримся. Все-таки. Давай. Почти три часа концерт. Я устала танцевать. Вот так вот прыгалась, понимаешь? Хоп-хоп. Ты там вообще просто в разнос ушла. Вот как твои ноги вот сейчас. Да прекрасно. Вы… Это же энергия. Это же такое… Взаимно. Это потому что ты худая просто, понимаешь? Да нет, не в этом суть. Не в этом суть. Люди приходят, знаешь, я говорю, вот кто-то приходит расстроенный. У него что-то случилось. Он уходит с улыбкой после концерта. Кто-то стоит черствый весь такой. Стоит дядечка, я видела там. Стоит непробивной вообще просто. Смотрю, ревет на песни, прости. Стою, ну, плачет, слеза течет у мужичка. Дядечка, мы тебя видели. Какие у тебя… Да найдись. Какие у тебя музыкальные планы? То есть вот ты планируешь, может быть, альбом выпустить в этом году? Альбом нет, я же выпускала недавно. Но песня за песней будут постепенно. Давай поговорим про мою самую любимую тему. Это у нас личная жизнь. Давай. Не будем говорить о ней. Ну, давай не напрямую, а чуть по-другому. Давай, если сможешь. Испытываешь сейчас чувство какой-то влюбленности? Или, может быть, когда в последний раз вот прям вот испытывала? Ну, именно про человека говорите? Или вообще? Если так можно, если нет, то… Не сложно сказать, реально. Сложно сказать. Но я типа прям вообще не говорю на тему отношений. Вот. Я, ну… Короче, не говорю я. У меня все в песнях, у меня все на концертах. Как бы какие-то моменты будут кому-то понятны. Где-то, возможно, сегодня в интро во втором, где про любовь, возможно, я что-то сказала. Возможно, кто-то что-то и понял. Удохновлять просто люди. Конечно, да. Я могу от своего лица ее историю спеть. Без проблем. То есть вот такие вещи. Ну, я же на себя перенимаю, чувствую. И у меня все, у меня тут кружит. Я пишу об этом. Десять лет отношений не зовут замуж. Все, следующая песня ждите. Про то, как 10 лет не зовут замуж. И давай просто напоследок… А ты его на концерт позови. У меня позовет. Я же Лариса Гузеева. Аннет Сай Гузеева. Лех, ты услышал, да? Все, мы Лехе передали. Нормально. Все, у нас следующий концерт в Динамо. Так что… Кольцо Тиффани там… Если ты не выйдешь на поле Динамо, Леха, Аннет тебе такое устроено. Давай что-нибудь мы напоследок передадим поклонникам. Помимо того, чтобы, если вы хотите, чтобы парень позвал вас замуж, приходите на Аннет, это от меня такая реклама. А вот ты что знаешь? Если вы хотите, чтобы ваш мужчина вас позвал… Жениться? Замуж? Замуж. Замуж. А это был мужчина? Приходите в любом случае на концерт Аннет Сай.